Еще одна тема, которая касается уже миллионов украинцев. Еврономера. Готов законопроект, который решит проблему нелегалов из ЕС на украинских дорогах. Ну, по крайней мере, так считает Нина Южанина, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Накануне в интервью Южанина рассказала о главном в этом законопроекте. Больших уступок владельцы евроблях от власти не получат. Мол, нельзя устраивать показательную акцию для тех людей, которые воспользовались дырами в таможенном законодательстве. За машины платить все-таки придется. Уступки могут быть разве что по срокам. Да и сумма обязательной выплаты будет зависеть от возраста автомобиля. В ближайшее время должны пройти консультации по этому законопроекту между кабинетом министров и Верховной Радой Украины. А вот у самих владельцев евроблях новая мода. Болгарские номера. Сейчас среди нелегалов на дорогах доминируют польские и литовские машины, которые всегда легко заметить, в том числе и патрульным. А вот с болгарскими номерами все не так просто. Эти номера очень уж похожи на украинские. Есть даже серии букв на номерах, которые совпадают с нашими. СА, например, СВ или ВТ. Впрочем, в этом месяце до евроблях депутаты добраться точно не успеют. Почему? Да у них осталось всего 4 рабочих дня в октябре. Вообще, вы наверняка и сами заметили, насколько расслабленный режим работы у нынешнего созыва Верховной Рады. Вот, казалось бы, политический сезон только недавно ведь начался, а уже через неделю у законодателей экватор работы во втором полугодии 2017 года. Неплохо, правда? Потом еще 16 дней поработать и Новый год с Рождеством. И вот что интересно. Есть у депутатов способ компенсировать такую расслабленность. Законопроекты. Их можно производить бесконечно, на любые темы, в любом количестве. А потом пафосно отчитываться о них в телеэфире. Мол, работаем же. Наша Инна Томина заинтересовалась этой кипучей активностью. Тысячу и одну депутатскую фантазию. Посмотрите далее. Политсезон в разгаре. В парламенте кипит все. Работа, скандалы и споры. В порыве политической страсти даже дымовые шашки горят. Ведь спиротехническим шоу депутатская работа становится, если не эффективнее, то, по крайней мере, эффектнее. Дымовая завеса политических баталий – хорошая маскировка для депутатского релакса. А еще избранники свой низкий КПД умело прикрывают тоннами макулатуры, имитируя бурную деятельность. На сегодня в Раде зарегистрированы рекордные 10 тысяч проектов законов и постановлений. Это достаточно высокая количество. И сейчас, умовно говоря, принятых законопроектов есть 688 законопроектов. То есть законами стали всего 6%, а все остальные депутатские инициативы пылятся на полках, не имея ни малейшего шанса. Да и некоторые идеи слуг народа уж слишком экстравагантны. Проект закону про внесение изменений в регламенту Верховной Рады о читании молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний. Кому должна помогать молитва? Депутатам работать или людям жить? После имена работанного тот еще вопрос. Но не молитва единой. Еще народные депутаты предлагали. Ради права мужчин на отцовство запретить аборты женщинам. Обратиться к Дональду Трампу, чтобы тот не обижался на критику украинских политиков. И отложить переименование Кировограда, пока страна не вступит в Евросоюз. Изменить ситуацию могла бы реформа парламента. В частности, норма, которая действует во многих странах. Когда депутат перед тем, как подать свою инициативу, должен заручиться поддержкой коллег-единомышленников. Никто сейчас не фильтрует этот законодавчий спам, который регистрируется народными депутатами. И на все эти законопроекты, как «Отче наш», как решта, выделяются ресурсы, чтобы парламентские комитеты их опрацовывали, выносили свои выставки, давали экспертизу и так далее. А ресурсы выделяются вполне солидные. Нематериальные идеи депутатов легко конвертируются во вполне материальные миллионы гривен налогоплательщиков. На работу Рады в год из госбюджета идет примерно миллиард гривен. На зарплаты законотворцам около 400 миллионов. Остальное – на организацию работы. В том числе и на бумагу, на которой и печатают все проекты. Ведь с электронкой пока полный завис. И все эти бумажки легко превращаются в денежные знаки. По данным самих депутатов, которые они нам предоставили, только на покупку бумаги в месяц, тратят 45 тысяч гривен. А за год законотворческой работы парламентская канцелярия тянет на полмиллиона. Мало того, оказалось, что за бумагу они платят дважды. Мы же народные депутаты, мы принимаем очень серьезные законопроекты. И вот мы платим за то, что макулатуру у нас утилизуют. Мы не сдаем в какой-то фирме, потому что это надзвучайно тайные документы. Мы платим в какой-то фирме, которая выиграла через тендер, за утилизацию. А утилизировать есть что. По нехитрым расчетам за год депутаты тратят 15 тонн бумаги. Если перевезти в деревья, получится маленький лесок. Кноподавство и прогулы уже хроническая парламентская болезнь каждого созыва. Но в этом году депутаты даже достигли виртуозности в игре на кнопках голосования. Проголосуй за себя и соседа – девиз почти каждой фракции. Ведь в каждой фракции есть злостные прогульщики. Некоторые пропустили 80% заседаний за три года работы. Но, как ни странно, есть в этой ситуации и плюс. Депутатская неявка превращается в материальную выгоду. Их лишают части зарплаты. И, по данным спикера, на прогульщиках уже сэкономили 3 миллиона гривен. Депутат СПИД, а служба идет. Зачастую и от присутствия избранников в зале толку немного. Хоть коэффициент полезного действия нардепов весьма скромен, сами они скромностью как раз не отличаются. И на этой неделе в который раз заговорили о повышении зарплаты. Самим себе. Не смешат браться депутаты и за второе чтение законопроекта по деоккупации Донбасса. Напомню, об этом документе политики проспорили всю прошлую неделю. Проголосовали за него только в первом чтении, пообещав удалить ко второму все спорные нормы. И даже главный вопрос о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вынесли в отдельный законопроект. Но и этого оказывается недостаточно. В блоке Петра Порошенко прогнозируют, что вернутся депутаты к этой теме не раньше ноября. А вот если говорить о следующей пленарной неделе, то уже известно, что станет главной задачей для народных избранников. Медреформа от Ульяны Супрун. Спикер парламента Андрей Порубий уже анонсировал, этот вопрос вызовет наибольшие дискуссии. Это неудивительно. Ведь с голосами за эту реформу по-прежнему проблема. Причем даже во фракциях большинства. Мажоритарщики отказываются поддерживать идеи Супрун. Что именно предлагают Минздраве и под чем не хотят подписываться депутаты, напомнит наша короткая справка. На следующей неделе в парламенте ожидается обострение скандалов. Депутаты обещают рассмотреть самую спорную реформу – медицинскую. Как спасти главного больного страны? Выписать единый рецепт Минздраву и Верховной Раде никак не удается. Ведь в проекте слишком много принципиальных противоречий. И так, что предлагает команда реформаторов? Меняется сам принцип медсистемы. Она становится договорной. В Украине ведут страховую государственную медицину. Поэтапно, сначала на первичном уровне. Для этого создадут национальную службу здоровья, которая станет посредником между пациентом, больницей и государством. Именно она будет распределять бюджетные средства, заказывать медуслуги и контролировать их выполнение. Все больницы подпишутся службой договоры, чтобы получать страховые деньги из бюджета. Но не станет ли служба здоровья очередной коррупционной кормушкой чиновников? К тому же, функции надслужбы здоровья уже выполняют обл и райздравы. Что будет с ними? Второй момент. За медицину придется платить. Бесплатными останутся первичная медпомощь, экстренная и палеотивная. На первичку государство готово выделить очень скромную сумму. Приблизительно 370 гривен на человека в год. Пациенты вряд ли смогут уложиться в эти рамки без доплаты. Кроме того, придется ли платить за плановое лечение? Будут ли льготы и какие именно? Пока неизвестно. Четкого прайса в Минздраве не дают. А вот больницы хотят перевести на самообеспечение. Именно за счет этих платных услуг. В то же время в законопроекте прописано, что все взаиморасчеты должны быть в электронном виде. Для этого до лета создадут единую электронную систему и реестр пациентов. Насколько реальны такие планы? Ведь реестр не могут запустить уже три года. Кроме того, треть украинских больниц не имеют доступа к интернету. Что касается непосредственно больниц, то они тоже изменятся. Все лечебные учреждения поделят на три категории. Семейные амбулатории будут первичным звеном оказания медпомощи. Вторым узкопрофильное медобслуживание, УЗИ, МРТ и лабораторные исследования. Третье звено узкоспециализированные клиники. Но все эти инновации пока предмет политических торгов. Итак, есть ли шанс, что Верховная Рада все-таки утвердит все эти инновации? И чего вообще ждать от следующей пленарной недели? Поговорим об этом с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, ну, скорее всего, медреформу точно попытаются провести через зал у Верховной Рады на следующей неделе. Интересная ее судьба. Вот сегодня появилась новость, что в представительстве ЕС в Украине призывают депутатов голосовать за медреформу. А как вы думаете, не на Западе, а в Украине, как они относятся? Для меня показательно отношение депутатов-мажоритарщиков, которые боятся давать за нее голоса, скорее всего, потому что не знают, как объяснить людям на своих округах, почему они это сделали. Да правильно боятся. Потому что это не медицинская реформа. Это вообще прямой путь к сокращению количества людей в нашей стране. Ведь что предлагается? Создать грандиозную коррупционную структуру, которая в ручном режиме будет распределять 97 миллиардов бюджета медицинского учреждения. И теперь не областные советы, а каждый главврач больницы должен приехать в Киев. И если договориться, ему дадут деньги на больницу, а если не договориться, то нет. То есть это прямой путь коррупции и ликвидации децентрализации, устранение всех людей на местах от решения тех вопросов, которые они привыкли и знают, как решать. Второй вопрос, это практически узаканивает сегодня платную медицину. Она и так у нас была платная, и все понимают, что с этим надо бороться, ее надо реформировать. И 75% населения недовольны медициной в стране. Но это не значит, что нужно просто заставлять людей платить, тем более пенсионеров, за то, что они не смогут платить и будут просто страдать. Мы предложили делать страховую медицину классическую. То есть за пенсионера платит государство, за работника работодатель, причем на эту сумму уменьшить у него налоги, уменьшить тарифы на энергетику, то, чем их сейчас задушили практически. И таким образом дать возможность оплачивать. А случаи бывают разные. Еще они даже не внедрили эту так называемую реформу. А вот я был в Радомышле, неделю назад подходит женщина на площади, пенсионерка говорит, что мне делать, я пошла в больницу. И в случае жизни, вот 80 тысяч гривен стоит операция. Как ей платить, кто за нее будет платить? И пенсия у нее полторы тысячи гривен. То есть это не реформа. Это кого еще у нас не добила пенсионная реформа, не добьет, вот тех догонит медицинская. А некоторые инициативы, исполняющие обязанности министра, они свидетельствуют как минимум о кричущем непрофессионализме. Но будем наблюдать за бодателями Верховной Ради на следующей неделе. Вы вспомнили пенсионные реформы. Власть уже подводит первые итоги. Во власти, конечно, довольны. Люди довольны не совсем. Слишком уж мало они посчитали, что им добавили этих пенсий. Почему так вышло? Неправильно было просчитано в законопроекте? На самом деле требование людей поднять пенсию, оно абсолютно справедливо. И никакого отношения к изменению, к так называемой пенсионной реформе, оно не имеет. Что в стране за последние три года инфляция была 100%, а пенсии подняли аж на 12,5%. Людей просто обобрали, потом сказали, мы вам что-то дадим, но вы заставляете депутатов голосовать, поскольку нужно, чтобы уменьшить количество пенсионеров, получающих пенсии. Не все могут оформить страховой стаж, что, собственно говоря, со следующего года и будет. Просто уменьшает количество людей, получающих пенсию. И то, что сейчас происходит, очень много отзывов, что где-то действительно подняли пенсию на 300-400 гривен, она где-то оставила, осталась она та же самая, а где-то еще уменьшилась. Это свидетельство тех просчетов, которые были. Правительство обязано было поднять пенсию на размер инфляции в стране и осовременить ее так, как это положено по закону. Они этого не делали три года, и все бюджеты, и это правительство, и предыдущее, строили на том, что недоплачивали пенсионерам. И реально сегодня у нас голодные люди в стране. Голодные пенсионеры, поскольку на 1100-1500 гривен выжить невозможно. Бюджет. В четверг депутаты должны приступить к чтению главного законопроекта финансового на следующий год. Чего ждать от рассмотрения этого документа? Я сомневаюсь, что до этого дойдет, поскольку больше 900 поправок к так называемой медицинской реформе. Но если дойдет, то мы будем голосовать против. Потому что сегодняшний бюджет – это бюджет полицейского государства с бедным населением. Дают всем. Прокуратуре, полиции, службы безопасности, администрации президента, кабинету министров. На 2,3 миллиарда увеличивает по сравнению с прошлым годом дотацию на кабинет министров. Суммарно больше 20 миллиардов дают на административные органы, силовые структуры, по сравнению с прошлым годом. При том, что социальные выплаты за счет инфляции становятся даже меньше. Мы, естественно, это не поддержим. Мы подготовили свой вариант бюджета для людей, а не для чиновников. И будем добиваться принятия его. Поскольку при принятии бюджета в варианте правительства у нас еще больше будут обделены все социально и так незащищенные люди. Мы с этим не смиримся и за него голосовать не будем. Кстати, о социальном обделении, если можно так сказать, мы будем говорить с нашими зрителями немного позже. На этой неделе выяснилось, что в бюджете на субсидии очередная дыра. Не хватает еще 10 миллиардов гривен. Почему в кабине не способны сразу определить, сколько придется потратить за год на такие выплаты? И что ждет людей, если депутаты все-таки не успеют выделить деньги до начала отопительного сезона? Мы все это обсудим с вами, но уже во второй части нашей программы. А пока я благодарю вас, Юрий Анатольевич, за участие. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Продолжим через несколько минут.